Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня. А сегодня у нас уже 27 ноября 2018 года, вторник. Сегодня трендовый день, без сомнения, поэтому готовим депозиты, начинаем торговать. Давайте посмотрим, что у нас говорит технический анализ, а затем фундаментальный, как обычно. Итак, друзья, теханализ нам показывает. Начинаем с биткоина, как обычно. Вчера, напомню, мы с вами три и торговые идеи видели, как возможность торговли – это продажа биткоина, нефти и индекса доллара. Нет, продажа биткоина, нефти и рост индекса доллара. Идея была такая, что индекс доллара будет доминировать и всех остальных подарит. Давайте посмотрим, как эта идея… При этом доллар был тогда в отрицательной зоне, и давайте посмотрим, как эта идея отработала. Ну, по биткоину она отработала точно. Биткоин снизился, удавил в новые лои – 3495 долларов. У нас новый лой по биткоину за один биткоин. Сегодня пытаются отрасти, но не знаю. Мне кажется, сегодня тоже можно… Уже бесконечно долго он будет падать, понятно, до какого-то около нуля, потому что, конечно, уже с биткоинами, криптовалютами все понятно. Эфириум тоже вчера обновил лой. Теперь лой по эфириуму за последний год – это 100, ровно 22 цента за один эфир. Сегодня пытаются отбиться, но нет. Викшорт у нас на глазах приобретает отчетливые очертания. Точно так же Риппл 0.32.80. Хотя вчера с утра вроде бы он бы хотел показать какое-то движение наверх, и сегодня пытаются показать, но не верю. Вижу крипту сегодня вниз. Нефть, друзья. Вот нефть вчера целый день ее держали наверху, и так она наверху и закрылась. Некоторое снижение от хаек произошло, но в целом нефть удержали, а мы думали, что она длинется дальше. Нет, один день ее удержали. Ну так, кстати, было уже, помните, да? Длинное движение, потом день коррекция, потом опять движение вниз возобновляется. Мне кажется, эта история, вот эти три дня повторятся вот в этих трех днях, и я вижу нефть однозначно вниз. Никакой идеи, никакой поддержки нефти. Наоборот, как бы американцы требуют снижения цены на нефть в текущей политической ситуации. Это политическое, не рыночное, не техническое, это политическое действие. Абсолютно напомню, что ЛОИ вчера показали 50.09, думаю, что и сегодня, это WTI, январский контракт, думаю, что и сегодня пойдут на штурм. А вот по индексу доллара мы были абсолютно правы, он был низко вчера утром, снизился сильно, но мы говорили о том, что америкосы могут заходить, вытащить его наверх и опрокинуть всех. Они опрокинули всех, кроме нефти, да, по нефти, значит, сегодня осторожнее торгуем нефть, раз мы вчера в эту ноту не попали. Ну, а индекс доллара уверенно вернулся наверх, вытолкнул всех и сегодня тоже лезет наверх 97.05 по индексу доллара в моменте. Вижу его совершенно спокойно наверх, потому что политическая обстановка накаляется в Европе, но вы знаете ситуацию вокруг Керченского пролива, она за ночь только накалилась, эта обстановка. Вот, и поэтому доллар будет доминировать, это совершенно однозначно. Вот еврик вчера закрылся, смотрите, откуда его опустили, из каких высот, все равно закрылся в минусе и сейчас обновляет свои лои прямо у нас на глазах. Сейчас лои сегодняшнего водя 1.13.13, я думаю, что как цель, если мы поставим 1.12.14, то есть соточку пипсов за ближайшие несколько дней, точнее сказать, трудно. Но цель, мне кажется, как ориентир, все равно вниз, друзья, не видно движения наверх, доллар доминирует и с этим нравится, не нравится, но надо как-то жить, тем более напомню, что от отметки 50% по уровням ФИБа мы отбились. Точно так же жду вниз фунтик, причем он летит даже стремительнее прямо сейчас в моменте. Доллар иена, никогда не торгую, в последнее время ведет себя кое-как, на растущем индексе иена снижается. Вообще его можно торговать контртренд, если индекс доллара растет, продавайте доллар иену. Такая простая песня, последние месяцы. Доллар-франк, ну, он рыночно растет. Доллар-канадец, друзья, рыночно растет, нефть сегодня не вытащить. И, кстати, то, что растет доллар-канадец, показывает, дает индикацию того, что нефтюшка сегодня может сильно пройти. В нее не верят. Сильно пройти вниз, я имею в виду, ну, а доллар-канадец наверх. Далее, коллеги. Австралиец вчера снизился, сегодня пытается отрасти. Ну, посмотрим, кто кого сборит. Новозеландец вчера все-таки смог закрыться в плюсе и сегодня растет. Достаточно сильно и уверенно себя чувствует. Золото третий день вниз, третью торговую сессию вниз, без шансов, я думаю. Серебро третью торговую сессию вниз, без шансов. Ну, а фьючерсы на американские фондовые индексы, Dow Jones в легком плюсе, NASDAQ в легком плюсе и S&P в легком плюсе. Ну, это, в общем-то, не показательно пока для нас. А вот индекс доллара, да, индекс доллара может удивить сегодня хорошим ростом. Это намеки, во всяком случае, есть. Глобальные новости. Да, друзья, секундочку, еще не глобальные новости. Российский рынок, давайте уделим внимание. Подробно об этом скажет через несколько минут Александр Нестеров. Ну, а я хочу все-таки коснуться доллар-рубль том. Доллар-рубль вчера стрелянул на 67.38. Сейчас с ГЭПом ушел вниз на открытии, но не видно его вниз. Не видно. Доллар, я думаю, на общей доминации затащит наверх. Конечно, можно вложить денежку и укрепить даже рубль сегодня, но это будет очень дорого стоить на текущей политической ситуации. Если Банк России захочет, сможет. Но в целом тренд, конечно, наверх однозначно. РТС, фьючерс на индекс РТС, друзья. Вчера ударили внизу 106.760. Сегодня пытаемся обидеться тоже. Пока, к сожалению, перспективы не очень. Мне кажется, растущий доллар на той политической обстановке, какая есть, может серьезно утащить весь мир вниз, а себя наверх. Друзья, глобальные новости. Я удивлен, что нефть вчера удержали в плюсе, потому что идет глобальный рост добычи. Вот, например, Саудовская Аравия взвинтила добычу нефти под угрозой Судана Допек. Вот смотрите как. Если она взвинтила добычу нефти, почему, как вчера нефть выросла, я не пойму. То есть, кто ее сейчас держит, непонятно. Далее, друзья. Дональд Трамп, президент США, предположил, что 10% тариф может быть обложен. Я перевожусь по Блумбергу. 10% тарифом может быть обложена вся электроника, производимая в Китае. Ну, в частности, на айфоны, на лаптопы. Это плохая новость для всех производителей американской техники. Поэтому сегодня могут еще и опрокинуть этот рынок. То есть, фонда может американская подсесть на этих новостях, особенно НАЗБА. Далее, друзья. Президент Украины Порошенко заявил об угрозе военного вторжения России. Как вы знаете, идет активное обсуждение этой темы. Также он принял решение о введении военного положения в Украине. Верховная Рада утвердила указ о введении военного положения на 30 суток в 10 властях страны. Это очень серьезное действие. Суть мы вчера подробно обсуждали. Это конфликт между российскими и украинскими кораблями в Керченском проливе. И вот это наращивание, посмотрите как, военное положение, заявление об угрозе военного вторжения. Сразу реагирует после этого Рада в части, ввели военное положение, но также обратились к международному сообществу. Депутаты просят увеличить Киеву военную помощь, а также направить в регион конфликта наблюдателей и военные корабли в борьбе против российской агрессии. Тут же, естественно, подкинулась НАТО и тут же заявила, что глава НАТО указал России на последствия ее действий в Керченском проливе. Он сообщил, что все союзники по НАТО поддерживают в конфликте в Керченском проливе Украину. Ну то есть вчера в течение дня были консультации, понятно. Ну и вот призвал Кремль, Столтенберг призвал, чтобы Кремль немедленно освободил задержанные украинские корабли. Ну так жестко звучит, ультиматум, не ультиматум, но так жестковато. Поэтому сегодня ситуация в информационном плане будет очень острой и, конечно, для российского рынка не очень хорошей. Причем вот эта кампания вчера началась по всем фронтам. Все арбитражи, все суды, все, что против России есть, все вчера начали выигрывать наши оппоненты. Причем там суммы немаленькие. Ну вот, например, вчера в арбитражном трибунале в Париже украинский Ощадбанк выиграл иск о взыскании с Российской Федерации 1,3 миллиарда долларов США из-за аннексии Крыма. Ну и так далее, там список большой. То есть начинается согласованная кампания по всему миру. Понятно, что организована американцами, потому что все началось в один день. Так не бывает, я в случайности не верю. Ну то есть да, ситуация для российского рынка усложняется, друзья. Покупать рубль надо осторожно. Далее, друзья. Ну и в России сегодня особых новостей нет. Единственное, что вы должны знать все, как пользователи банковских карт, банки начали запрашивать у своих клиентов подтверждение операции на суммы от 1000 рублей. Если человек не предоставит обоснование перевода, карту могут аннулировать. Такие случаи уже есть у клиентов Бинбанка, Тинькоффбанка и Сбербанка. Клиенты рассказали, это у нас известие пишет, такой приправительственный источник, то есть его можно доверять, там явно, что они обязаны проверять всю информацию. Так вот, что представители этих банков связывались с клиентами и требовали прислать документов, подтверждающих необходимость перевода на 1000 рублей. Реально. Коллеги, забудьте банковские карты кэш. Я объявляю десятилетку кэша в России. Карты умерли сегодня, раз они под таким жестким контролем. Все, друзья, давайте спросим у монеты, что она думает по нефти. Вчера и она, и я были не правы, мы ждали продажи по нефти. Она проучилась селл, и никакие саудиты тут не помогли. Вот, сегодня монета видит селл кверх ногами после обеда. Давайте запишем. Ну, после вчерашнего удержания нефти на высоком уровне, я как-то так без оптимизма смотрю на селл сегодня. Потому что можно один раз промахнуться, но второй раз, так сказать, не надо уже в практику превращать. Давайте сегодня посмотрим на нефть повнимательнее. Если с долларом и битком мы угадали на 100%, и все, кто ходили вчера, все заработали, то с нефтью будем смотреть. Не будем сегодня торопиться с выводами. Макроэкономические новости. Заседание ОПЕК. Из того, что мы с вами можем ждать каких-то новостей. И, в общем-то, и все, друзья. Сегодня в плане новостном только события вокруг Керченского конфликта в Керченском проливе. Сегодня, по сути, будут влиять на рынок. Подводим итоги, коллеги, сегодняшнего дня. На мой взгляд, биток вниз, хотя в моменте он растет. Американский сорт нефти вниз, хотя он сейчас недалеко от открытия, легкое снижение. Индекс доллара тоже вижу вверх. Тоже вижу вверх, пока ситуация не поменялась по сравнению со вчерашним днем. Если вдруг мы услышим какие-то идеи насчет замерения, смягчения конфликта и так далее, тогда да. Тогда все, доллар пойдет вниз, и мы можем надеяться на рост российского рынка. Но пока ситуация не изменилась по сравнению со вчерашним днем. Поэтому так же, как вчера, мы прогнозируем доминацию доллара. А все остальные относительно доллара вниз. За исключением нефти. С нефтью ситуация вчера непонятная, поэтому давайте сегодня будем разбираться. Спасибо, коллеги. Всем удачи. Спасибо.